ребята всем привет сегодня у меня крафтер в работе хочу ему поменять и рулевые наконечники заметил что на рулевых наконечниках порвались пыльники это не есть хорошо и вообще какие здесь рулевые наконечники я не знаю кто-то их когда-то ставил пару лет назад а какие и что в каком они состоянии хрен его знает поэтому сейчас прикупил новые наконечники такого средненького качества не хорошие и неплохие короче на троечку и сейчас я хочу их поменять заменить сейчас уже снял колесо щетка металлическая там счастел грязь пыль чтобы можно было хорошо откручивать гайки и сейчас в момент перед снятием всего рулевого наконечника нужно замерить расстояние рулеточкой или каким-то другим инструментом который заменяет расстояние чтобы вы вкрутили рулевой наконечник так же как и стоит сейчас на рулевой тяге чтобы у вас не ушло расстояние и не сбилась геометрию чтобы колесо ровно точно так же осталось стоять ни вправо ни влево поэтому нужно замерить час расстояния и и я вам покажу как это сделать вот он рулевой наконечник здесь пыльник подорвался вот такой он уже смотрите видите это не есть хорошо значит туда уже попадала грязь вода и тому подобное но хотя в принципе он не так сильно старый как я погляжу наверное пару лет ему всего лишь но тем не менее замеряем расстояние вот от этой гайки как сейчас она закручена отсюда до середины центра вот этого пальца наконечника то есть вот так вот будет центр вот видите вот центр проводим вот от шарового пальца шаровый палец по середине на рулевого наконечника вот сделаем здесь заметку риску или на чем чем-то начертим нарисуем и рулеточкой рулеточкой вот так замерим прикинем это центр середину шарового пальца то есть сколько там соответственно получается вот сейчас у меня 9 9 и 8 9 и 8 9 сантиметров 8 миллиметров эту цифру я запомню и точно так же потом выставлю эту величину когда буду закручивать новый наконечник так ну а эту гайку я уже открутил сейчас буду это откручивать рулевой наконечники вот такие вот взял стелакс такая вот такая вот фирмочка вот кому надо вот их не парт номер партном бар так сказать рулевой наконечник 906 460 00 48 спринтер крафтер вот так они выглядят сразу чувствуется что здесь пыльник пустой смазки нет вообще абсолютно сейчас как всегда я сниму пыльники добавлю туда смазки и вот еще две гайки ну смысле одна гайка вот эта большая на сам палец а вторая это контрящая гайка сейчас я пыльничек сниму промажу добавлю смазки чтобы он подольше ходил ну в общем то вот как я и предполагал тут смазки хрен да маленько кот наплакал этого недостаточно нужно добавить вот так пацаны вот замазал вот так чтобы вот этот вот канавка на пальце полностью была забитая смазкой вот теперь он будет работать довольно таки долго до того момента пока пыльник не порвется опять снова и не ослабнет вон та втулка капролактановая которая обжимает сам палец шар пальца все второй наконечник точно также буду смазывать промазывать так ну чё как сбить наконечник есть два способа есть кувалдой молотком либо съемником я поработаю сейчас кувалдой молотком он таким сюда вот раз по вот этой сошки в торец пару раз и все наконечник упал да но предварительно надо эту гайку вам сорвать открутить но дальше не открутить чтобы она здесь осталась все откручиваете здесь так как уже здесь гайка сорванная вот можно открутить весь наконечник вот так вот в этом положении зафиксированная гайка у нас величина уже длина тоже зафиксированная и можно теперь открутить свободно наконечник не боясь что у вас уйдет длина и геометрия уйдет соответственно здесь вот так на пару винтов он закрученный ну да короче шар вон он сухой сухой грязный грязный сухой и так чуть-чуть уже болтанка есть люфтец есть фэби кстати это фэби не знаю какие китайские или настоящий фэби но судя по резине резина вот на пыльнике довольно таки толстая может быть и был оригинальный фэби не китайский не контрафактный подделка не знаю короче утверждать не буду но тем не все он уже сдох ставим стелок все здесь такой вот пыльничек чехольчик диски уже изрядно потертый пошорканный но я их менять не буду на шаровой вон еще пыльник целый сидит хорошо все вкручиваем новый наконечник тут вот смазка есть масло можно масло еще капнуть для того чтобы не тут не ржавело не прикисал и можно было потом впоследствии опять снова хорошо легко выкрутить сейчас капнем масло так вот смотрите вкручиваете наконечник вот так вот раз 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 все вот он стопорнулся до гайки до момента замерите вот величину рулевая тяга она прокручивается так вот раз прокрутили вот середина да вот видите отметил вот фломиком красный челточка это середина центр пальца замеряем сколько у нас там было 9 и 8 да ну вот она величина 9 9 и 9 да чуть чуть было 9 и 8 вот этот миллиметр сейчас надо докрутить до 9 и 9 почти 10 то есть вот здесь гаечку вот эту ослабляем вот так откручиваем ее до такого состояния и снова замеряем 98 ставим сейчас еще чуток откручиваем вот так вот открутили до крутили наконечник сколько нам нужно и снова замеряем центр вот все 99 и 8 всего вот в этом положении затягиваем гайку теперь у нас длина одинаковая как и было так но теперь все втыкаем наконечники смело закручиваем кстати гайки здесь 21 а здесь 24 21 да и вот здесь вот есть пальцы вон там вот внутренний шестигранник в случае чего если палец будет проворачиваться от износа ослабнет будет проворачиваться крутиться когда он будет или как откручивать можно сюда шестигранник вот загнать шестигранником фиксировать и открутить гайку тогда вы будете держать палец и гайку открутите так ребятки и на второй стороне точно так же замеряем вот это расстояние с 9 ну так же получается здесь девять и восемь но вот это колесо у меня стояла немножко вывернуто я его сделаю чуть меньше вот сюда поверну значит величину уменьшена на миллиметр сделаю меньше в 9 7 сделаю и заодно еще короче вот еще одну черточку нарисовал то есть вот отсюда вот отсюда вот вот так отсюда замерю до также центра пальца до середины вымерю эту цифру запишу длину она мне будет как ориентир и все сейчас точно так же сейчас кувалда сюда долбану хорошенечко пару раз это хорошо сидит вот пацаны смотрите наглядно что вы увидели видите черточка это центр шара центр пальца вот от этого черточки будем делать замеры вот здесь вот поняли да еще раз та величина которую вы замерили и вкручиваем вот здесь вот внутри промазал литолом вон литол все промазал вот здесь не закиснет и мы нормально потом последствии открутить кстати вот эти вот пыльники слабенькие тоненькие ну в общем то и все вот здесь гайку затянули большую на самом шаровом пальце вот эту гайку затянули за контрага или и еще попутно я рулевую рейку подтянул немножечко уже разболталась рулевая рейка в ней там идет на 15 можно залезть и подтянуть ее на 15 головой вот чтобы рулевой вал не болтал сейчас его подтянул он уже не будет болтаться вот так парни меняются рулевые наконечники на спринтере на крафтере вот частности у меня и крафтере есть она одно и то же спринтер крафтер все спокойненько буду теперь еще кататься с новыми рулевыми наконечниками и еще плюс к этому подтянул рулевую речку чтобы она не болталась не стучала в общем чудненько прекрасненько все пацаны на этом все такое видос ставьте свои лайкосы кто не подписался на канал подписывайтесь всем удачи не ломайтесь а если ломаетесь чинитесь грамотно пока